Приветствую вас. Ольга, давайте разберём ваш вопрос. Смотрите. По моим ощущениям от вашего текста, я мог бы сказать примерно следующее. Значит, вы не уверены в себе, достаточно сильно не уверены в себе, потому что вы даёте согласие, потом оказывается, что вы с этим не согласны, и вы не решаетесь, как мне кажется, эту ситуацию переиграть. То есть вы не до конца как бы доверились себе, вот, вы поспешили, вы поставили кого-то выше себя и, соответственно, принизили себя, обесценивали, если угодно, саму себя. И вот обесценивание вами себя самой приводит к всем вот этим вот переживаниям, как мне кажется. Но тут, по сути, такая невозможность себе доверять. Вот, обесценивание некоторое себя. Это может быть страх врачидаши, какое-то может быть позиционирование, как если с вами что-то не так, ваше мнение какого-то неправильного и т.д. Вариатов может быть довольно много. Важно немножко другое, что и имя, и будущее ребёнка, и ваш незавершённый гистальт, которые, кстати, намекают вам о том, что как бы вы себя не слушаете. А также то, что у вас сейчас, по сути, навязчивая мысль об этом, вот вы всё время об этом думаете, это всё про то, что вы себе не доверяете. Не позволяйте себе раскрыться, не позволяйте, условно говоря, вашему внутреннему миру экстраполироваться на внешний мир. Предполагается, что другие люди всегда знают лучше. И другое мнение всегда лучше вашего. Ну, где-то вот так вот. Где-то так вот, в глубине души вы, мне кажется, это чувствуете. И это, собственно, транслируется. Поэтому я бы предложил потихонечку учиться, учиться опираться на себя, учиться отвечать за свой выбор, учиться отвечать за последствия выбора, принимать последствия этих выборов, своих, я имею ввиду, собственных. И учиться принимать тот негатив, то сопротивление от других людей, от окружающих вас людей. Принимать сопротивление. Потому что сопротивление означает, что вы двигаетесь в своём направлении. А мне кажется, вам важно согласиться. Вот. Да, отношение с мамой тоже очень важный момент. Мама, вероятно, может вас подавлять. Ну, предполагается, что мама транслирует вам некую позицию, что я знаю лучше. Когда-то эта позиция была актуальна, сейчас она уже, мягко говоря, устаревшая, и вы продолжаете ей интенсивно расследовать. Ну, мне кажется, вы ещё не хотите причинять людям, что называется, дискомфорт. То есть, типа, ну, как же так, из-за меня вот у кого-то будут трудности. Будут. По-другому нельзя быть собой. И вот вам нужно учиться себе доверять, учиться себе прислушиваться, учиться слышать себя, учиться замечать. Ну, себя, да, учиться замечать свои, свои переживания, вот, свои эмоции, свои чувства, свои желания, вот, и нести за них ответственность. А вы пытаетесь за счет других это всё реализовать, предполагая, что они угадают то, что вы хотите. Ну, они, может быть, угадают, может быть, и нет, и вы становитесь зависимыми в этот момент. А стыда такая вот ваша неопределённость, подвешенность, а самое главное стыда обида, подавленные импульсы, которые приводят к навязчивым мыслям, и нерешённые конфликты. Вот. Такая вот история. То есть, первое, на что вам нужно обратить внимание, это, я бы сказал, создание некой среды, где вы могли бы попробовать свои силы. Всё расширяющиеся и расширяющиеся среды, это очень важно. И в этом вам могут помочь, как раз, специалисты, в этом вам могут помочь психологи, и собирайте, начинайте работать. Будем рады помочь. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...